ДИКТОР 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 можно появилась возможность вылупить самую последнюю, как она там называется, вот и все равно всех прекрасно раскладывать, но для этого нужны перки, шмотки и так далее, а здесь это сейчас, как дадут там персонажа в трусах, так и мучайся как бы, лучше бы не рисковать, вообще, к дополнению уже подхожу с багажом знаний по Ведьмаку, прочитал сколько там книг 5, наверное, из этой серии пока она серия, в смысле, не скатилась в уныние, про обучение Цири про какие-то там интриги вялые неинтересные, после Джорджита Мартина, вот не дочитал только до того момента, где бы объяснили почему Эмгир называет Цири своей дочерью, если она ему вообще никто наверное, я так понимаю по логике, он ее пытается, или пытался удочерить чтобы завладеть Цинтрой, а Цирила это наследница Цинтра, она дочка Паветы, внучка Каланте львицы из Цинтра, короче, какие там вообще интриги ее учили магией, ее учили ведьмачеству ее учили вообще всему так, управление, я не помню установлен, дополнительный установка дополнений завершена узнать о них больше, вы можете в разделе обучения да нафиг вот предоставляем вам комплект дополнений в режиме самостоятельной игры все задания основной сюжетной линии будут отмечены как выполненные как следствие, уровень вашего персонажа повысится, и вы будете готовы к новым приключениям хотя новые задания в этом режиме будут недоступны, вы можете получить выбранную да хрен его узнать, ничего не понял да нахер мне ваша новая игра плюс о, мастер рун сейчас еще чувствую, 500 картинок вылезет нет, какой уровень-то, как посмотреть что-то вообще нихрена нихрена не догоняю доступные очки у меня о, мутагенов надавали а, доступные очки у мини-42 ну, ёпта, уметь начинается так, я проходил за кого? я проходил за чувака в легких доспехах и быстрые атаки я не хочу быть магом в этот раз, я думаю, надо поиграть за тяжелого воина для разнообразия где тут быстрая атака мощная, Вася, атака ну, как бы, чё подожди чё, чё происходит а, купить навык не на ту кнопку же так, ладно, я навыки сам раскидаю всё, кое-как раскидал перки надеюсь, сразу меня мочить никто не будет потому что управление у меня сейчас в мозгу чисто от Dark Souls поскольку последняя игра на геймпаде в которую я играю так, посетить короче, мы семь котов так, на чём я остановился? а, про книги вот, последней каплей стала, конечно, книга про то я не помню название, короче, всех всех этих частей книг, короче, где Геральт, короче, куда-то уехал цили там осталась с этой, блин с Йеннифер, они её учат они её там чё-то натаскивают Геральт чё-то там пытается разнюхать, расследовать и, короче, тематика какого-то ведьмачества из игры вообще пропала он не убивает никаких монстров уже три книги ни одного монстра не убивает ну, серьёзно, блин никаких там вообще ничего не происходит короче, какая-то борода сплошная сплошные, блядь, любовные треугольники и всякое говно так, чё тут? а, заставка нифига такой с этого боку он похож на викинга а с того чисто этот запорожский казак, блин что подойдёт? а что за чудовище? тёща если тебе интересно иди в имение Гарин спроси Ольгерда фон Эверика где-то он дал объявление так в ваши края прибыл мастер рун нахрен чудовище в каналах так интересно, зачем красавчик на свадьбу подружки стартовый капитал отправиться к Ольгерфу фон Эверику поговорить с ним о контракте вот вроде как в Польше действия а такие имена проскакивают как Ольгерд фон Эверик то ли немец то ли хрен его знает кто и как назло ещё до него, блин километр голубом скакать а, тут срезать можно отлично отлично срезал интересно, как начинается сюжетное у них несюжетное дополнение или как его назвать с того, что на доске объявлений надо прочитать какую-то бумажку я-то думал начнётся с того как Геральта там схватили или как он там куда-то приплыл да ты задолбала ты будешь ехать ёб твою мать уродище вот, а тут как-то я так понимаю что даже карта карта мира та же самая, да ну, бля кто бы сомневался и главное, что и заданий заданий пораскладывали снова кучу снова доски объявлений это что доступные задания понятно понятно ну да действительно нахрена изобретать велосипед если можно запихать велосипед в ту же самую карту вот видите опять опять мимо едешь и задания ну мне сказали что я не могу вроде как задания брать это она на курице орёт чтобы они передохли я Нина что случилось мало того что война господин мой так ещё и куры у меня пропадают как тут жить воров ты видела каких воров чудовища у меня курочек похищают на обычных грабителей я бы сама управу нашла а с покими что сделаешь а озвучка такая что сделаешь я могу этим заняться разумеется не бесплатно но за твои годы я сделаю тебе скидку болтовня одна что так что эдак с меня три штуры сдерёшь ну что поделать другие-то на помощь не спешат надо просто куры начали у меня пропадать неделю как и всё по одной забирают годы по одной интересно они оставили какие-нибудь следы чудища эти разбойники в лесу а а а какие-то будто волки на двух ногах ходили оська иштейгеров помник такой говорит что напутала я только мой старик был на всю округу лучший браконьер так что лучше меня мало кто в следах избирается оборот не бы вряд ли по одной курице таскали сам взглянул на следы так просто мне нужно немножко обучение пройти потому что я что-то вообще как тут ведьма чуть-чуть ё и завиди всё уже не хочешь чтобы я тебе помогал как-то у меня было включено что я видел где следующие следы будут на карте теперь этого нет что-то здесь не сходится не помню как как включал еще видимо чуть-чуть ё-то камеру приближает чтобы ну вообще максимально нихрена не видно было следы маленьких ног интересно ну а это что следы волчьи рядом отпечатки маленьких ног но нет ни следа борьбы интересная логика а следы борьбы кого с кем должны быть ребёнок с волком или что следы борьбы ага вон ну давай ты господи а понятно петрусь осторожно у него меч петрусь о сейчас потренируюсь как там бить на какую кнопку мы живыми не дадимся я ничего вам не сделаю так зачем пришел тебя прислал тот капитан с черными усами я не знаю никакого капитана а пришел я по следу монстров которые таскают кур столько шума из-за пары тощих курей эта хозяйка их совсем не любила кричала на них и виду нее как у ведьмы кто-то ты жирный такой на паре тощих курей стал что вы делаете одни в лесу где ваши родители их солдаты схватили мы переходили реку но нас заметили мы бежали но у тядьки и мамочки были мешки они нам велели бечь с той поры вы живете одни в лесу ну да здесь чего нибудь найдем там чего нибудь стащим ничего живем помаленьку вы живете тем что обкрадываете других это плохо кончится лучше попросите помощи это у кого же кому мы нужны мы заберем всех кур а потом пойдем глубже в лес и трусь говорит что мы будем охотиться одеваться в звериные шкуры построим шалаш из листьев и никогда не вырастем последнее больше всего похоже на правду берегите себя убедить старушку приютить детей интересно что у нее там ну если пенсия позволит они говорят что солдаты взяли их родителей интересно чьи солдаты стопе гребаные кошки впусти и выпусти так о бля о там сзади штаны висят из этого из комплекта я узнал все не с этого комплекта имели такие штаны в лесу в атаку детей это они крали кур и что ж дети эти верхом на волках ездили не было здесь никаких волков просто это очень ловкие дети сначала волка убили потом лапы у него надели приюти их и они перестанут красть красть может и перестанут но кормить то их надо очень мне это нужно добрая бабуся странно что она в таком в чистеньком одета должна была такая замызганная быть в говне в курином там не знаю кстати это ж намордник у лошади этот зариканский вроде как одет сразу экзибит прокачал мою лошадь я вообще скептически отношусь к этим DLC с дополнительными не с контентом которые а с дополнительными компаниями со всякими вот этими сколько играл потому что в них но ни разу интересно не было по моему серьезно отрубят вырежут какой-нибудь кусочек игры и давай его отдельно продавать здесь наверняка окажется какой-нибудь обычный рядовой квест ну судя по началу что по такому началу где уже надо тысячу шагов как-то что за расстояние в чем тут он умирится вот где надо столько ехать на лошади но это уже как-то я не знаю странно как минимум что это такое шаттл фреш что за что за название шаттл фреш по-моему обычно шаттл вино называют фреш свежий свежее вино что бля хоть напал бы кто-нибудь ну господи да красиво конечно эффект но конечно скучно конечно лучше бы там я не знаю было знаете там ведьмак и город мертвых там что-нибудь такое заброшенное что-нибудь исследовать чтобы надо было прикольно а тут какая-то опять отправиться к тому человеку у него там в подвале какое-то говно живет уже сто раз в этой игре такое было по-моему уже и голем в подвале был и кровосос сейчас что там что еще в подвале не было цыгане да какие-то цыгане ну чисто как на Запорожье приехал смотрите боюсь употребить это волшебное слово на ха от которого бомбанет у многих теперь теперь смотрим на гипнотизирующий кружок загрузки да хоть недолго отлично эй эй ты ты кто еще такой и че здесь шастаешь я ищу Ольгерда фон Эверика а он внутри это чё это у него там за звезды воровские на руках наколото какой нахрен Ольгрик фон Эверит кому ты пиздишь ты какой наверное этот даже сука имя имя какое-то такое не подобрать ой блядь а тёлки то какие ёб твою мать ты им чё шариковой ручкой татуировки делал охереть ё мая я ой блядь в пейнте наверное татуировки рисовали нету здесь такого Сашко Витько что-нибудь такое спроси какой он нахер Ольгерд мне сказали что тут я найду Ольгердафон Эверика кто-то здорово тебя обманул брат видишь какой чубатый сидит тогда думаю вместо него ты мне поможешь брат не брат ты мне гнида ватная ладно Энгус оставь его это я Ольгерд говори что тебя привело нет нет это я Ольгерд это я Спартак это я ой с вот этим Ольгердом я бы побазарил я выбираю тёлку сборище идиотов не ну им лучше не хамить ты чё а то сейчас коктейль молотова бросит весело тут у вас я бы с радостью ещё посмеялся только времени ждёт похожее дело серьёзное я насчёт чудовища из каналов кажется Ольгерд фон Эверек дал на него заказ а так значит ты ведьмак это много объясняет что примечательно кроме вот этих вот господ ведьмака в Геральте узнавали абсолютно все в игре сука как интересно сделано дополнение вот они просто вылитые украинцы и сходу начинает вызывать у главного героя неприязнь своим поведением не ну скажите в чём я ошибаюсь или что или кто-то ещё вот такую херню на головах носил и усы вот такие вот бля польские паны по-моему как-то так не одевались дам я тебе совет Геральт из Ривии как придёшь к Ольгерду постарайся его заинтересовать кабан поговорить заинтересовать это же ему нужен кто-то кто убьёт чудовище кто-то это не обязательно ты так что если хочешь получить работу смотри чтобы Ольгер не заскучал а то он очень нетерпеливый вообще они похожи на немного на викингов из сериала викинги одноимённого каждый каждый второй из них похож прямо-таки на главного героя из этого сериала как его там звали торстейн блять рагнар ёптать такое имя тоже рагнар рагнарёк блять вот но прическа такая у них что-то ну совсем не викингская какая-то это вот как раз как раз за это и прозвали их прозвали так как как мы не говорим это те о ком мы не говорим о жопа а знаешь какие скульптуры продаются лучше всего старые ёптать статуи башков бюсты королей и голые бабы и что у нас тут голая баба отбей ей руки она подражает откровенно говоря я предпочитаю работы пакса гернста а коверская школа ты учился в ксенфурте не довелось не в пту любил я некогда в эти челли он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня а смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями без недостатков совершенной до боли ну давайте жирную бабу с целлюлитом из камня высечем будешь любоваться как булыжник на обочине о нормально а кто лучше по крайней мере интересней о да да ты с прибабахом чувак спустимся к моей компании перекусим чем-нибудь а че у него руки в шрамах он че вскрыться пытался что атаману Ольгерду слава атаману бля ну точно сука ну ну меня глаз то набеет холь сразу давай выпей с нами ну вот теперь у нас уже и нет выбора ну да конечно нет выбора бухать это призвание странно только что тёлки что-то больно плоские вот тёлки наверное местные у них своих не привезли хотя вот это вот похоже там что-что а тёти моти-то у них такие с фигурами поговорим о заказе по какому случаю пир так блять расскажи мне побольше я стараюсь я стараюсь быть политкорректным поэтому не могу что это такое но она убивает людей я бы не стал о нём волноваться если бы его жертвой не стала моя кухарка никто лучше не не готовил дичь ну а баба ну а баба и есть баба каждая хочет принца хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне и веска тоже хотела вот и пошла да так и сгинула то такие бабы раньше были чтоб в говне по колено прости сейчас все хотят каене ездить о чём мы ах да насчёт заказа ну так как займёшься этим нет и чё я пойду ещё одну сюжетку пройду мне же делать-то больше нехер я избавлюсь от чудовища принесёшь сюда его башку и награды себя ждать не заставит ты бы чувак сидел как-то более попроще а то развалил свои орешки кабан и кабаниха а это кто ещё кабаниха ещё кабан ещё кабан ещё кабан а да ребята разнообразие их погонял просто впечатляет конечно о тетя мотя сразу по ботинкам видно нет кошачьи глазки моё имя геральт а я тебя буду звать кошачьи глазки ты что запретишь меня давай лучше к делу какому для тебя задание она страшная пошли отсюда извини красоточка в пролёте я ведьмак я не охочусь на людей но ты ведь немало их перебил сука я на вид лет 16 наверное наверное ппсники приняли базарю ппс но клювер из тех парней что держит слово раз он не пришел навстречу со мной значит он мертв найди урода который это сделал я хорошо заплачу ну что ж я подумаю у клювер ты был шрам на лбу похоже на твой по нему ты опознаешь тело там еще и труп найти сказал подумаю знаешь что кошачьи глазки я раз посмотрю на мужика и сразу знаю из какого он теста готова поспорить что ты выполнишь мою просьбу найдешь меня в оксинфурте в алхимии в карчме рядом с рынком ты че-то о себе многого замнила я счастливая обладательница убогой синьки так как там может это подозвать так и теперь еще полторы тысячи ёпта подожди а как тут быстрое перемещение же было а надо куда а ну хорошо быстрое перемещение это я осилю а че я сюда не быстро приехал а там же по дороге столбов не было точно так вот и на месте значит куда тут надо в каналы о чувак тебе в труханах то не холодно интересно здесь здесь вообще в дополнение учит ну у тех допустим у тех у кого нет вообще теоретически вообще здесь учитывается финал игры что там родовида убили не убили или тут без разницы да залепи ты свою хлеборезку там первые ростки зла девок забирает сука разборчивое чудище молоденьких девочек сочных о да это шутопцы уж я их этого брата то я поперебил столько что ё-моё как там блоки то ставить я не помню новая статья в бестиарии очень новая теперь еще бестиарий по новой заполнять да так где она сука я нихрена не помню как блок то ставить как парирование делать стражник родовидовский походу не смей слышишь даже не думай там походу кого-то собрались приходовать судя поиграть цветы тени да ёп твою мать я-то думал что ты здесь делаешь пытаюсь спасти ему жизнь помоги мне Шанни это студентка медицинского факультета из Аксенфурской академии подруга Лютика которую Геральт естественно драл а как я выдал оставь его черт бы побрал все зря ты сделала все что могло спасибо Геральт рада тебя видеть я тебя тоже потерял тебя из виду когда уехал из Узимы ну как дела один я вижу подтекст блять в каждой второй фразе я получила задание этим утром со мной был отряд солдат что-то напало на нас интересно как она санитарка и санитарки дали задание отправились с отрядом солдат ловить чудовищ классно зачем они послали тебя сюда если это конечно не секрет мне нужны образцы яда твари что шастает по каналам оно не только убивает людей которые сюда забредают но и отравляет воду в колодце от этого страдают и местные жители и солдаты хочешь я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы очень мило с твоей стороны Геральт только я пойду с тобой чудовище опасно ты видела что она натворила я уже большая я справлюсь и не нужно спорить ты же знаешь я все равно сделаю по-своему ну ладно будь по-двоему покажи мне где оно на вас напало предлагаю втащить ей в бороду а на обратном пути она уже очухается решетка сильно погнута как от удара огромной силы я захлопнула ее когда убегала наверное чудище в нее шарахнуло хорошо что она выдержала а теперь нам надо найти обходной путь ты хочешь поискать снаружи я скорее надеюсь что этот удар повредил одну из стен я уже все нашел хоть ты умничаешь как она работает а твою мать ну почти почти попал да еб это будет пройдешь когда нибудь чудище все еще может быть где-то здесь наверняка какой-нибудь опять вампир обосранный кто еще может быть чудищем как они их там называют здесь забыл вампиры такие какие-то какие-то наверно на них Антарес напал ебта так что что же тут случилось мы пришли сюда и Миклас стал осматривать следы когда на нас напали утопцы ребята быстро с ними управились но Франс получил по ноге мы отстали от остальных я занялась перевязкой но стоял на страже вдруг появилось чудище но с оттолкнул меня в сторону выхода а сам бросился в бой я оглянулась и увидела что он лежит на земле весь в чем-то клейком когда я вернулась и оттащила его туда где ты нас нашел а чудовище Миклас и Верн отвлекли его на себя и дорого за это заплатили но ты все-таки видела кто на вас напал все случилось так быстро я не успела рассмотреть я видела его только сзади оно было большое и склизкое склизкое как-то Геральт убивал кого-то в помойке существо которое живет только в помойке червь по-моему гигантский там был все она уже со мной идти передумала что ли ты что о да ладно что за звуки такие там походу миллиард утопцев просто внизу стоит а тут блока нету что ли вообще а есть только что-то блок пробили первым же ударом да сколько швас тут я еще не вижу нихрена да ты погляди бля если вы тоже ничего не видите это это нормально на самом деле нихера не видно как там аптечки пить помнят это чем стоит улучшенная ласточка скоростное здоровье а мне нужна кошка неясыть это что вареник обалдеть так хорошо это миллион рун с собой дали нагрузку так мне нужно что мне нужна кошка вот она нет марибур ура наконец-то видно хоть что-нибудь да ёпт твою мать почему у меня блять сука на ход баре какое-то говно стоит варень какие-то блять вареник хрененик как его поставить то что вон а что такое коровье молоко о блять а сверху все равно какая-то хуйня ну что за блять как эти карманы блять работают сука маму делал того кто их делал наискосок что блять а в бою еще нельзя да и выпить нельзя отлично вообще я не врубаюсь вообще где она хилка эта ебаная чушь какая-то еще раз блять в этот албанский рюкзак сука почему почему наискосок то работает вот сюда надо поставить что ли эту хрень вот так что ли ага гениально блять просто отлично а надо же осмотреться у утопиться кто же еще отличный отличный мощный удар провел провел ведьмак с богатырским замахом а все уже не надо осматриваться я рад что ты знакомишь меня со своими друзьями что труп блять яйца блять кровавая мэри да я уже понял что ты со мной блять шани бей их а это телка там в соплях прикованной к стене пришла расколдовать принца что это может быть а папа сука так хорошо уворачивался целый бой все я вроде вспомнил боевку да сука падла зря я тяжелую броню прокачивал учитывая что на геральте по умолчанию напяли на среднее а тяжелую я походу хрен теперь когда найду ну да ну да в параши как там как там в песенке алмазы не водятся в унитазах но сотни водолазов пытаются их добыть вон вон еще один искатель тоже это наверное голубого принца найти хотел опа бля опять что ли да сколько у вас тут предоставьте это дело профессионалу да блядь нашинковываю ну где давай побежали уже где где живет это чмо вымокшее письмо че почитаем че за вымокшее письмо хочешь верить а хочешь не верь но народ говорит что по каналам Максинфурта бродит принц записка вери знаю я одну веру та еще без толочь ходит принц превращенный в жабу знаю знаю звучит как россказни но Зося с горки клянется что это правда все заправ все блять правда заправ дышняя и маречка подтверждает они говорят что к двору какой-то графине прибыл принц из далеких земель но ее ревнивый любовник разъярился и будучи голодом превратил его в жабу говорят что если какая дева найдет жабу и поцелует в устав ее жабьи то высыпет у нее бородавки по всему еблищу и будет она до старости себе в девках посиживать до 40 кошек разводить это вольное повествование то она из склизской гадины превратится назад в прекрасного принца ну а дальше понятно что будет принц это не какой-нибудь тебе деревенский нищеброд он благородный и порядочный возьмет в жены то кто его спасет так что вера в следующий раз как поедешь в Аксенфурт на рынок обязательно загляни в канал и кто знает может быть ты найдешь там лягушку и сразу жахни ее в десна в лягушачьи твой друг Адальберт та Адальберта но потом но потом что я не понимаю чудовище их ела или драла блин о вон смотрите слюни с потолка так и капают если камеру вот так повернуть а если вот так повернуть слюней нету ха ха это ганамэчик дерьмо утопца вдруг это тоже принц какой не хочешь какашку поцеловать да сука шо же вы блять со всех сторон то да дамаг у Геральта вообще никакущий сейчас паскуда тварь интересно есть ли у меня хотя бы эти ингредиенты для аптечек а как вы думаете если я часик помедитирую у меня появится появились только не видно теперь ни хрена опять так что у меня есть вот это что комбинация так сочетая быстрых и мощных ударов и знаков увеличить силу следующей атаки или мощь следующего нужно нормально давай будем экспериментировать о еще одна бабенка нашла своего принца я смотрю разнообразием фраз Геральт не балует в этом дополнении о это откуда такой лут арбалет реликтовый расеме полно убитых утопцев арбалет арбалет реликтовый это интересно 9-11 урон вот это уже не очень интересно странно я думала что чудовище их не трогает наверное до тех пор пока они сами держатся от него подальше ну сейчас посмотрим кто же этот альфа-слизняк этой канализации капитан ведьмак ведет расследование возьму образец а все нашла свой образец ну оно любит телок но любит спирт смешанный с кровью а у меня как раз есть немного спиртного тоже вариант ну лучше лучше наживца успокойся здесь полно тел использую одно из них я тебя пораню раздену все как все как любит чудовище будешь пьяная пораненная доступная ща приползет за работу в бою я тебе не помогу а вот после могу пригодиться о да стресс снимать и там дождись да если хочешь можешь подождать в коридоре но как только появится чудовище беги на поверхность ладно жанни смотри на меня обещай что убежишь да пошла она в жопу у тебя трис гений это еще миллион волшебниц всяких разных подумаешь медичка могла бы похерять в бою собственно что-то гонишь давай колхозник время боя кстати тут надо бы сохраниться наверное тут сохранение какое авто было бля видели уже хватит мне тоже показывать интересно а на поверхность вот эти ароматы которые тут витают не выходят так бывает по улице идешь чувствуешь это запах от метрополитена значит где-то рядом вытяжка это их стоит а тут такая вообще смрад такой неужели там никто не унюхал звуки правдоподобно сделано это типа спирт как из такого маленького из такого маленького фуфырика можно было столько вылить я предлагаю отравить заодно чтобы она в момент боя не была такой здоровой бля ты не мог где-нибудь в сторонке усесться чтобы из засады напасть хуль ты сел прям у приманки дурак совсем ты бы еще капкан поставил и на него жопой уселся о балбес бля чему их там в каверморхе не учат крысы жалко ша не ушла ей бы понравились тушканчики жаба херак жаба демон да или как его назвать то манус местный манус это жабус да еб же ты налево то блядь как с ним драться если он не подойти ой геральт пей что нибудь жалко что бой проходит в черно-белой обстановке из-за из-за действия зелья отлично блядь она просто меня захаркала геральт получая плевок в рыло не может нахрен быстро прийти в себя он стоит утирается в это время уже следующая вафля летит это вообще убивает сука еще попыточка блядь пиздец как интересно драться с этим боссом к нему даже не подойти блядь он хуже хуже мануса блядь да блядь ты смотри сколько мы ему урон нанесли вообще он не любит серебро сразу видно блядь ярый противник серебра сука блядь вообще пиздец давай попробуем его слепить блядь блядь ты заебала нахуй ебища блядь пиздец какое говно нахуй дать блядь стоково ведьмака без нихуя без шмота без оружия и дать ему блядь такого босса блядь пидораса который нахуй прыгает блядь постоянно как говно ебаная блядь хуенный принц блядь заколдованный блядь я пиздец я рот ебал этого разработчика который нахуй таких боссов блядь в игре дает здесь захват цели вообще есть в этой игре блядь какой-нибудь ну сука давай дождись дайте блядь нанесу чё-нибудь против трупоедов против животных проклятых гибрид она трупоед наверное я думаю не может быть чтобы она не была трупоедом чё 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 есть нет всё хватит иначе лечиться будет нечем блядь да сука сильные удары это не про этого босса блядь его некогда бессильный и вообще блядь наху бить-то можно блядь чтобы пиздец блядь полный сука босс вообще неадекватен неадекватен нихуя не понимаю блядь короче после пары попыток силовые атаки были признаны говнищем пришлось перераскидать скиллы на атаки быстрые как она к огню как она к огню да похер ей на огонь к сожалению так даже у тебя есть что-нибудь на скорость восстановления не помню какие эликсиры что дают скорее это остальные энергии во блядь ну хватит закрываться то ёпта а что меня отравил то я нихуя не понимаю сука идиотизм блядь так к ней походу сбоку это не подойти только блядь только по прямой да пиздец бред ну и бос блядь ну и дерьмище пизданутые блядь короче понятно что вокруг нее кружить бесполезно она начинает прыгать и наносить дамаг значит бить ее надо только в морду получается пытаться только передамажить больше ничего с ней нельзя сделать больше я не вижу никаких вариантов тут же хуяка отравила блядь травит хуявит пиздец может что-то блядь не врубаешь какую что с ней делать блядь да она похуй она постоянно прыгает блядь не насрать повод она повод для прыжка она себе найдет походу я просто вообще нихуя не понимаю как ее бить блядь она она блядь откинула меня в этот в туман ядовитый пока герлид стоит ебало свое блядь чешет нахуй он отравляется вообще их пизда блядь классно нахуй охуенный босс а вы говорите манус манус кой нахуй манус заебала она блядь вот когда я нападаю она начинает прыгать блядь ну не мразь а пиздец они блядь не охуели с таким боссом блядь они не ебнулись там часом блядь куда нахуй блядь начальность нашего ебаного дополнения блядь которая вышла спустя год после того как все блядь игру прошли нахуй не играли блядь в нее да ну нахуй бред я не понимаю блядь какого хуя она скачет блядь когда у нее прыжок срабатывает блядь в честь чего в честь того что я не перед ней стою да ну пиздато блядь у нее еще язык есть отравление прыжки блядь хуйня всякая блядь пиздатый босс ну давай еще раз блядь я уж молчу про убогий нахуй набор эликсиров блядь который здесь дается в начале где мой эликсир который дамаг давал блядь лечил меня от урона например вот нормально комбо даже блядь отравление ну пиздец блядь блядь я не я хуеваю как удобно на геймпаде юзать хилки блядь на кувырок после этого блядь блядь к ней нахуй просто я не знаю пешком подходить надо спасибо хоть ждешь пока я встану блядь вот смотрите один удар и она прыгает блядь вообще сейчас язык в стороне пролетел и меня уебал опять один удар и она прыгает опять блядь ну понятное дело что за дело как счет блядь сука заебал ее прыжок этот блядь я просто хуеваю блядь от этого дорогая редакция еще прыжок еще прыжок блядь прыгай нахуй нахуй и другие атаки блядь прыгай на месте блядь универсально же блядь прыжок 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 блядь ядови ядовитые плевки блядь вообще класс хорошо блок не спасает ясная хуйня вообще ни от чего здесь реально блядь нахуя он нужен просто пиздец я в ахуе блядь 137 дамага бля так вот нахуй о молодец уникальное дерьмище блядь разработчик совсем ебнулся походу блядь просто я не ебу блядь что делать с ней нахуй наверное надо бегать блядь и лечиться нахуй по кругу теперь полчаса блядь бегаем нахуй лечимся ёб твою мать может быть может быть может она блядь сука закружить она блядь ее вырвет нахуй блядь заебала эта крестовина вот у порыловой блядь джойстика нахуй то меч уберет блядь то хуйню достанет блядь сука опёздал блядь аааа блядь что эту хуйню забывая блядь юзать мега полезную супер польза бля а это что за хуйня увеличить максимальный здоровье ооо вообще классно на давай может что-нибудь хоть поможет блядь о как мы блядь окучиваем а о блядь отлично она просто ждет что я на нее нападу и в этот момент она прыгает блядь ей там не игрок играет сейчас нет просто я бы точно так же делал на нахуй чтоб не подходил блядь да насрать блядь отравила пизда хилки стремительно уходят последние молоко то блядь вообще лечение известно в кувырке достает нормально все заебись да правильно нахуя мне давайте давай двигаться почему я блядь еще жив не понимаю главное я от нее уже прыгаю обратно она приземляется все равно дамажит ну охуенно самый прикол что даже бой начинается с того что она сука плюет в тебя блядь еще я не помню как на джойстике цель захватывать на клавиатуре Z блядь а на джойстике что надо нажать так о чем я с ней потому что это трупоед все таки да а вот нашел короче поняли да надо стоять чуть правее бля ее головы нестолковой или левее блядь на тогда нахуй сука как меня этот инвентарь задолбал тупорылый всегда считал его говном не видно ничего переключаешь никуда переключаешь главное поставить вещь в слот можно в бою а блядь достать нельзя из слота офигенно вообще суще тварь блядь сейчас потихонечку помаленечку сложности все таки не стал понижать я для этого слишком божественно крут сука жаба беговая тварь блядь как он долго встает из этого нокаута да магам конечно будет проще ее замочить в разы проще они огонь по моему очень хорошо проходят гораздо лучше чем физический урон моим демильным мечом да нахуй ты второй удар то делаешь бля пелемень сука незаделок хуйня сука зажарю сейчас нахер трубочку бы в жопу вставить сука и надуть эту тварь да блядь как попала тварь ну я же далеко стою ты заебала блядь уже нахуй меня сука разработчик дегрот блядь пиздец какой дегрот нахуй криворукий блядь хуесос они хоть блядь в режиме теста то сами блядь пробовали убивать своего босса блядь ебаного да блядь жаба должна эмгиром быть нахуй кто там последний был валак блядь не помню как звали там всех уродов пиздец блядь нахуй язык тоненький бьет по центру я в стороне стою один хуй за дело блядь ахуле ты думал блядь да мне похуй блядь после каждого пиздака он еще стоит блядь и башкой трясет о огнем на косарь кританул что-то мне кажется она блядь разозлилась что-ли больше одного удара и вообще блядь не нанести походу пиздец ебланский блядь да ладно я успел отпрыгнуть что случилось пиздец блядь хх 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 сука земноводная блядь да отскок от языка вообще не спасает я так смотрю против этого босса вообще мало что спасает блядь уебанище блядь мне считается не можете пройти скидывайте скиллы просто качайте все в магию блядь и ебашьте ее нахуй игни блядь все все игры блядь для магов нахуй заточены все для вас ну давай шабул что там мэйди 100 дамага блядь смешно нахуй кровотечение вау так я думаю что надо блядь ебануть вот это блядь не то выпил то еб твою мать ааааааааааа вот оно что блядь газ сука этот сраный взрывается ну это сука надо еще вспомнить было блядь либо случайно нахуй найти один не хватает выносливости а уже боком начала прыгать до как классно блять боже мой да да интоксикация конечно хуй во гора блять нельзя выполнить во время боя вот она переместилась сама блять отлично вообще о блять я это сделал заебала мразь наконец-то и он убил ее одним ударом в кат-сценке вот классно нахуй я ее пиздил два часа сразу нельзя так было сделать это чё такое на прекрасный принц это все-таки был принц не вы просто поцеловать не успевали давай добьем этого пидора повезло тебе о осама бен ладан вот он где прятался и сарацин и ну короче понятно надо было блять провоцировать ее на атаку газом потом этот газ пытаться взрывать блять причем смотреть чтобы самому в газе не стоять ну или просто не начинать отдельную кампанию а загрузить со своими шмотками нормальными со своим нормальным оружием блять и тогда бы это жаба пизды получила в две минуты но поскольку у меня блять ссаный меч в котором ни одной руны нету блять и тряпки какие-то вместо доспехов ловить конечно блять было нечего еще и на сложности на такой я уж думал что всю дорогу крестьянин собственного отражения в параше а мы все-таки на корабле все-таки начало начало девушке вот оно да нет брат это они тебя сами сюда написали и говорят убил их принца чтоб тебя ничего не понял каналы огромная жаба потом чьи-то сапоги если ты жабой правда был принц повезло что я еще жив это как посмотреть я немного знаю афирский и слышал как они говорили будто их король послал сюда чтобы найти и расколдовать принца они поклялись ему своей честью и честью своих семей на пять поколений что привезут его живым и здоровым их колят вы меня вообще бывает красно и теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца предсветлые очи короля ты же ведьмак чё ж ты не разобрался в ситуации пробовал отсюда выбраться употребил все свое обаяние да только зря видно плохо я вообще не знаю мы будем плыть наверное с месяц могу тебя получить что он говорит как любезно что они к его речи сделали субтитры о борщец притащили правом месте принадлежит правом месте уилах вот это неправильное заклинание что случилось что он сказал чтобы ты тихо сидел ты что через две недели будешь висеть потом добавил посмотрим кто будет смеяться последним почему что я сказал ты выдал что то вроде хочу танцевать его нос я его нос танцевал бля что с ними болтать знаю себе курлычи злобно да надуваются ты заметил как те рыбы как их как же не называются рыба ёж нет никого кто говорит на всеобщем есть с ними наемник похожий на айдирнса это он меня нанял чтобы я показал им каналы да еще я слышал как их главный чародей на нем разговаривал только вряд ли они станут с тобой болтать ладно хватит языком молотим ты лучше вздремни немного у нас впереди дом короче понятно меня подставили да мне спать не хочется зато очень хочется чтобы здесь был кто то с кем можно договориться приветствую геральт помнишь меня нет да не очень я геонтор один или же господин зеркало мы с тобой встречались в белом саду я помог тебе найти на самом начале игры это ебаклак который вообще неадекватно а теперь вот снова встретились и похоже тебе снова нужна моя помощь я слышал тебе грозит петля бля как тут все долго если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки я еще не пробовал выглядит неважно так же как и твои перспективы я бы мог попытаться тебя отсюда вытащить ты ведь хочешь отсюда выбраться правда ну так пойди попытайся хочу да только что ты можешь больше чем ты думаешь я помогу тебе геральт но я должен быть уверен что ты меня потом отблагодаришь на что это ты намекаешь ничего не бывает даром ничего в конце концов я ведь купец ну как хочешь чтобы я тебе помог хочу по рукам когда все кончится ищи меня в полночь на распутье по дымами у деревни Янтры дай-ка я тебе кое-что оставлю чтобы ты обо мне не думал он в деревне Янтры я чё-то не бывал чё это он а он еще и маг клеймо знак что мы теперь союзники а у тебя такой на жопе наверное да с кем разговариваешь да ни с кем никогда не любил плавать чёртова качка а у меня морская болезнь эх вот можно было бы так проспать весь рейс что они на риф налетели что ли вау вау то есть миссии на корабле не будет да типа убеги там прокрадись не знаю ну да откуда стелс то в этой игре я на шторм не подписывался теперь мое жалование возрастает помоги нам добраться до окира и король щедро тебя вознаградит что тот не кому мы должны доставить ему королю не клянусь честью что так оно и будет а мы не можем просто привести его голову вашему королю О, тот утонул. Беда. А. Круто. Я, кстати, смотрю на их щиты, думаю, о, круто, у меня будет щит, а потом вспомнил, что никакого щита в этой игре нет. Ох, нихуя себе он. Ниндзя, ниндзя. Ай, тупые сарацины, сейчас вы узнаете, как сражается истинный крестоносец. Какое чудо, что я нашёл именно свой меч. Ну чё, Осама, сейчас одиннадцатая ответишь. Ну, отвечать Осама будет уже, естественно, в следующей серии, потому что я бы уже эту закончил, если бы можно было выйти во время разговора. О, это ещё один босс. Классно, вот круто. Всё, жмите, пишите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok